добрый день коллеги надеюсь что меня слышно и видно всем рада всех вас приветствовать действительно да для меня это впервые есть немножко волнения но я думаю что здесь собрались люди которые примерно предполагаю да что они хотят получить тема вам наверняка интересно будем сегодня говорить о том как распознать психологическую травму ребенка формате практических рекомендаций не знаю как у вас но у нас в городе уфа до пасмурно осень вовсю и я смотрю вас здесь очень много и хотелось бы чтобы набросали огонечки те у кого сейчас солнышко за окном чтобы немножко этим солнышком поделились тем у кого его уже нет вот немножко создадим атмосферу презентация да у вас доступна для скачивания какие-то там будут если вопросы вы сможете их задать я вас даже снег идет ну вот видите когда у нас пока еще нет вопросы которые будут возникать у вас по ходу давайте так мы сделаем что я буду давать вам возможность на то чтобы задать где-то наверное в конце нашего вебинара и отвечу на наиболее распространенные тем не менее контакты возможно для связи или для обращения размещу тоже в конце нашего вебинара в чате но хочу сказать о том что мы с вами сегодня начнем изучать только эту тему и как бы изучать постараемся в таком в практическом формате чтобы это было вам полезно и вы могли этим воспользоваться не исключительно теоретическими знаниями как вы видите да в мои регалии написано на презентацию я кандидат педагогических наук доцент башкирского государственного университета в городе уфа работаю на кафедре психологического сопровождения клинической психологии также занимаюсь частной практикой я семейный психолог и психотравматолог то есть это специалист по работе с травмой поэтому соответственно тема не случайная тема мне знакомые не только в теории но и в практике я думаю что и вам наверняка тоже и также хотелось бы чтобы вы дали мне реакцию там огонечком например да что сталкивались сталкивались ли вы с травматичными какими-то переживаниями у детей в вашей работе вижу да что сталкивались разумеется разумеется спасибо вам за реакции построю нашу сегодняшнюю беседу начинать с рекомендации что нужно знать педагогу о травме и заканчивать мы тоже будем именно этим что нужно знать педагогу о травме то есть вот если сейчас вы посмотрите на слайд то тут уже наверное кратенько будет перечислена вся логика изложение материала что собой представляет психическая травма зачастую мы называем травмы все то что нам непонятно все то что травмирует например да и то что переживается каким-то образом какие существуют виды травматических ситуаций они существуют как различать травму от просто стресса потому что это тоже достаточно важно как формируется образуется травма какими способами мы пользуемся для того чтобы защищаться от травматических переживаний потому что если бы мы с вами нет не защищались у нас в принципе не было какие есть последствия и симптомы травматического стресса и посттравматического стрессового расстройства если какие-то понятия вдруг я вам не донесу или вдруг вам будет непонятно тогда также пишите в чате чтобы я могла на этом остановиться ну давайте начнем с того что же собой представляет психологическая травма для того чтобы не под ну как бы не подводить вот под это определение все все подряд ну во первых да это определенное переживание очень сильное потрясение травму мы можем с вами испытывать в любом возрасте но есть возраст когда ее последствия будут наиболее критическими для развития эти периоды называются сензитивными периодами я думаю что вам как педагогам как воспитателям это прекрасно знакомо что сензитивным периодом у нас считаются возрастные кризисы которые у нас есть да когда наш организм когда наша психика наиболее восприимчиво к различным влиянием социальной среды поэтому в данном случае мы говорим о вот таких потрясениях которые например в одном возрасте да ну допустим случившиеся потрясения в два года она будет легче переживаться нежели то же самое потрясение но случившиеся в полтора года или например то же самое что случилось с ребенком в 3 и примерно такое же событие которое случается с ним в 4 уже не будет оказывать такого существенного воздействия здесь есть ряд условий давайте вот как бы сразу договоримся что это событие жизненное событие которое затрагивает все значимые стороны существования человека и приводит к определенным глубоким психологическим переживаниям мы называем это очень сильным стрессом это потрясение когда наша нервная система не выдерживает и она вынуждена включить настолько суровые жесткие защиты для того чтобы психика смогла выжить то есть это переживание которое вызывает непереносимые душевные страдания и тревог и вот здесь тоже опять вернусь к тому что то что нас ранит в более раннем возрасте вполне возможно на совершенно никак не трогает друг VO trigger но при этом то же самое что мы например в одном возрасте можем испытывать боль от утраты и потери близкого человека мы точно также будем испытывать боли от утраты и потери близкого человека в в любом и другом возрасте. То есть есть и определенные травматичные события, которые травматичны всегда. К сожалению, так существует. Для чего же нам нужно различать? Ну, стресс – это, я думаю, что все сталкивались со стрессом. Я видела, что у вас здесь были вебинары относительно стресса, как ему противостоять и как с ним справляться. На самом деле ничего в нем такого прям сильно страшного нет, потому что мы с вами живем вот в обычной жизни, и наша жизнь – это и есть сочетание расслабления, сочетание напряжения. То есть стресс – это определенное напряжение, которое вызывает у нас определенную реакцию на воздействие каких-то обстоятельств, физических или психических. И подвергает напряжению, приводит в определенное такое состояние мобилизации, готовности нашу нервную систему или весь организм в целом. Но при этом стресс может быть так хорошим, так может быть и нехорошим. Поэтому есть эостресс и есть дистресс. Вот эостресс – это стресс, связанный с положительными какими-то впечатлениями. Случилось у вас праздничное событие, свадьба, например, рождение ребенка. Это яркое событие, оно положительное, но при этом наша система на него все же реагирует. И реагирует она на него точно так же, как и на негативные события. То есть мы испытываем это напряжение. А дистресс – это стресс со знаком минус, когда наше событие связано с какими-то негативными переживаниями. Но при этом есть и третий вариант стресса, и вот именно он приводит к тому, что у нас образуется психическая травма. Этот стресс называется травматическим. Вот для того, чтобы стресс стал травматическим, здесь нужны определенные условия, потому что последствия переживания данного стресса, они, как правило, вызывают очень серьезные перестановки внутри человека. Это влияет на наши телесные ощущения, это влияет на наши эмоции, на чувства, это влияет на нашу интеллектуальную сферу, это влияет вообще на восприятие мира и на ощущение себя самого. Вплоть до того, что в раннем возрасте травматический стресс может приводить к развитию самых различных психопатологий. Если мы обратимся к медицинской классификации болезни, то можно посмотреть, что в развитии самых различных соматических заболеваний и психопатологических заболеваний одним из значимых факторов является переживания травматического стресса ребенком в раннем возрасте. Вот само по себе стрессовое событие, то есть вот этот же травматический стресс, если в этот момент у человека есть поддержка, если у человека есть защита, есть безопасность, есть надежный взрослый, который, мы сейчас говорим про детей, который поможет справиться с ребенком, то мы переживаем это событие. Мы что-то приобретаем, что-то мы теряем, но тем не менее мы с ним справляемся. Зачастую в работе, зачастую с тем, с чем нам приходится сталкиваться в деятельности, допустим, в том же детском саду, или в школе, то, что мы видим какие-то симптомы, мы видим негативное поведение, мы видим девиации, мы видим что-то, что у нас не укладывается в понятие нормы, мы можем уже тогда говорить немножко о другом, мы можем говорить о последствиях этого травматического стресса. У него есть название, это посттравматическое стрессовое расстройство. Еще раз хочу сказать о том, что этому подвержены не только дети, этому подвержены абсолютно все, которые попадают в очень сложные или экстремальные жизненные ситуации. Вот посттравматическое стрессовое расстройство, это, мы можем сказать, это уже определенное заболевание, которая требует комплексного подхода, когда мы уже не можем справиться только с психологическими методами. При этом эти же психологические методы, они являются тоже одним из треугольных камней помощи такому человеку. То есть получается, что само случившееся травматическое событие, оно как бы вот случилось, и оно осталось не то же, оно осталось незавершенным. То есть не было возможности у меня его прожить, не было у меня такого окружения, не было у меня ресурсов на тот момент, очень много зависит от потенциала человека. И тогда оно может трансформироваться вот в эти самые отсроченные последствия. Мы можем столкнуться с реакцией ПТСР спустя полгода, можем столкнуться спустя несколько лет, а иногда и бывает так, что мы сталкиваемся с этими реакциями и спустя много лет. Я могу вам привести такой пример. Мальчик с мамой и с папой ехали на машине. Ехали на машине и попали в аварию. Мальчик сидел на заднем сидении и получается от столкновения, да, он вылетел на переднее сидение, он получил травму головы, да, слава богу, все остались живы, все хорошо, все совсем справилось, все прошло. Спустя 11 лет, когда ребенок уже, в принципе, мог водить машину самостоятельно, он ехал за рулем своего собственного автомобиля и в момент, да, когда у него, как говорится, сработал, скажем так, да, некий триггер, да, на дороге, то есть возникла ситуация только угрозы, то есть ничего еще не произошло, возникла ситуация угрозы того, что он может не справиться с управлением, он впадает в состояние такой вот анабиоза, он замирает и он не может ничего сделать, он находится в ситуации беспомощности. Все нормально, все хорошо, он справился. После этого он приходит домой и он не может никак себя остановить, то есть у него повышенная потливость, у него повышенное сердцебиение, он переживает очень жуткую тревогу и панику, и он не понимает, с чем это связано. Хотя, еще раз говорю, ничего критичного в этот момент не произошло. Вот так вот работает ПТСР, да, это определенные реакции, которые застревают у нас, если травма была не прожита. Мы обычно не говорим слово «вылечено», то есть как психологи, мы говорим слово «незакрыто». Так вот, если она незакрыта, она трансформируется в то, что нас может преследовать. И мы можем испытывать все те ощущения, которые испытали когда-то, вот как там когда-то, прямо здесь и сейчас. И это не обязательно будет связано с какими-то в реальности катастрофичными событиями. На настоящий момент нет ничего такого, что бы укражало твоей жизнью. Но было когда-то много лет назад. Надеюсь, здесь пока все у вас понятно. Какие же существуют травматические ситуации? Что это за ситуация? Ну, как правило, это экстремальные критические события, у которых есть очень мощное негативное воздействие. И все эти события, они связаны с угрозой выживания. Сейчас, когда мы выросли, мы взрослые, да, мы понимаем, что сейчас вот то, что связано с угрозой выживания, ну, список, скажем так, этих событий, он уменьшился. Но когда мы маленькие, то вот эти вот угрозы, да, они гораздо больше. И мозг ребенка, психика ребенка, она еще не способна в себя вместить то, что взрослый человек, ну, что это такое, да, он скажет, ну, боженьки ты мое, ну, что ж ты расстроился-то, нашел из-за чего переживать. Тоже могу такой пример привести, да, допустим, в подростковом возрасте. Ну, один из распространенных примеров, ну, случается у подростка влюбленность. Все, я влюбился. Не сложились эти юношеские взаимоотношения. Переживает очень сильно подросток. И как у нас родители чаще всего утешают нашего подростка, у которого не получилось. Да, они ему говорят о том, что да ладно, да не переживай, ты не расстраивайся, ты знаешь, сколько в жизни у тебя будет таких. Маш, Василий, Петь, ты ведь еще молод, у тебя много чего впереди. И что при этом делает наш родитель, да, он судит со своей точки зрения, он судит с того, что он вырос, и вот ему кажется, что он уже справился, это он может. А подросток еще не может, у него нет тех механизмов. Поэтому эта ситуация может стать для него травматической, потому что это угрожает его существованию, его существованию как человека, который, можно сказать, впервые попробовал влюбиться. Все типы травматических ситуаций мы можем поделить на две категории, да. Первая категория – это какое-то краткосрочное, неожиданное травматическое событие. То есть получается, это единичное действие, это что-то случилось, ну и требует от человека вот всех, наверное, его импульсов, да, всех его ресурсов, всех его механизмов собладания. Как правило, это всегда незапланированная ситуация, то есть это неожиданные ситуации, это очень яркие ситуации. Это может быть смерть, да, это может быть угроза смерти, это может быть то, когда мы являемся свидетелями какого-то катастрофического события, это могут быть однократные эпизоды насилия, это могут быть военные катаклизмы, это может быть пожар, например, тот же самый, да, это могут быть какие-то стихии медицины. Но вот это случилось один раз, и все, да, и оно больше не повторяется. И вторая категория травматичных ситуаций – это постоянное и повторяющееся воздействие травматического стресса. Вот пока я сейчас буду это объяснять, мне бы хотелось, чтобы вы отметили, да, в чате прям вот один или два, то есть как вы считаете, какое событие будет иметь более серьезные последствия для психики ребенка, для психики человека? Первое, то есть которое краткосрочное, или второе, которое постоянное и повторяющееся? Вот, вижу, вижу, спасибо вам за активность. Преимущественно мы, да, все-таки я смотрю за повторяющееся. Постоянное и повторяющееся воздействие травматического стресса, да, есть у нас что-то, что на нас влияет. То есть получается, это не единожды нанесенная травма, это травма, в которой я живу. Как правило, ее характеризует что? Ее характеризует систематичность, ее характеризует множественность, повторяемость. И здесь ситуация, из которой я не могу выйти. Вот на самом деле, да, вот те, кто отметил цифру 2, действительно это так. Я объясню почему. Вот смотрите, например, когда у нас случилась какая-то катастрофа, она произошла, да, я сейчас не буду говорить про массовую катастрофу, давайте просто так, событие, да, какое-то, которое случилось. Допустим, смерть близкого человека. Очень сложно пережить, никто никогда не будет к этому готов. Но с помощью других людей, с помощью специалистов, мы можем с этим справиться и можем совладать. И нам наша психика подкидывает нужные механизмы защиты. Вот они у нас у всех есть, они встроенные. У нас есть базовые эволюционные настройки, есть, так скажем, ну, не совсем врожденные, а приобретенные еще в детстве механизмы, да, а есть еще и стратегии совладания, которым мы учимся в течение всей жизни. Так вот, они тогда у нас вступают в действие. И мы можем этими механизмами обладеть. Даже если я не умею справляться с горем, меня может кто-то научить. А вот когда мое действие, да, мой стрессор никуда не уходит, то здесь получается что? Какая интересная штука. Наша психика привыкает к тому, что человек постоянно находится именно в этих условиях. и у него психикой вырабатываются защитные механизмы, но они вырабатываются как терпимость к этой ситуации. То есть я учусь к ней адаптироваться. Я меняю себя, я ломаю себя, я трансформирую себя под то, чтобы у меня была возможность жить в этой ситуации. Вот именно поэтому у нас детки, которые живут в условиях депривации, да, которые живут в интернатных учреждениях, например, или дети, которые живут в неблагополучных семьях, которые живут в ситуации насилия, они настолько к этому привыкают, что для них это уже не кажется чем-то ненормальным. Вот представьте себе сами последствия только того, что ребенок может сам провоцировать других взрослых на ситуацию жестокого обращения с собой. Вот звучит, наверное, грубо, да? Да, но дети, которые с ранних лет растут в семье, где их постоянно бьют, они ничего плохого не видят в том, что с ними так поступает. И, соответственно, это становится определенной нормой поведения, когда я это поведение буду транслировать на кого-то другого. Вот это как раз-таки есть постоянное воздействие травматического стресса. И даже здесь, если мы уберем его из этой среды, то есть мы забрали ребенка, допустим, из неблагополучной семьи, вы помещаете его в другую, в хорошую семью, там, где они будут относиться совершенно иначе, где его не будут бить, он не может понять, что так бывает. То есть его психика это не принимает, потому что у него все механизмы сформированы под то, чтобы жить в тех условиях, потому что те условия становятся безопасными. А то, что вы предлагаете что-то любить, там, заботиться, по голове гладить, обниматься, это, наоборот, опасно. Какие бывают виды травм? В целом мы их можем разделить на шоковые травмы, на эмоциональные травмы и на травмы развития. Вот шоковая травма, да, это опять единичное событие, которое случилось. Шок, да, то есть человек впадает в шок. Всегда связано с угрозой жизни, угрозой уничтожения, потери своей собственной целостности, да, это насилие, это медицинские процедуры, это аварии, катастрофа, операции, стихийные бедствия. Но это опять же какое-то однократное событие, которое случилось. Эмоциональные травмы. Вот к эмоциональным травмам мы относим те травмы, которые не связаны с угрозой уничтожения меня как человека. То есть не связаны с физическим уничтожением, но связаны с эмоциональным уничтожением. Тут и утрата, и предательство, и измена, это горе. В частности, развод, например, для ребенка, это эмоциональная травма. И травмы развития. Вот травмы развития, это вот как раз тот краеугольный камень, о котором я говорила, да, это то, с чем мы сталкиваемся чаще всего в своей работе, потому что мы уже сталкиваемся с последствиями, к сожалению. Мы не видим шока, хотя сейчас вот в таких непростых условиях, не дай бог нам стать свидетелями этих событий еще. Но тем не менее, то, что мы имеем дело в образовательных организациях, это в основном травмы развития. А это как раз-таки вот тот второй вид травм, о котором я говорила ранее. Эти травмы развития, они касаются чего? Они касаются того, что они получены в раннем возрасте. И они получены неоднократно. Они нам дают определенную реакцию на вот эту вот шоковую, первоначальную какую-то травматическую ситуацию. Что относится к травмам развития, ну, самое распространенное. Вы знаете наверняка, что такое жестокое обращение. Но что в жестоком обращении у нас есть разные формы насилия. Есть физическое насилие, да, есть эмоциональное или психологическое насилие, есть сексуальное насилие, а есть еще и пренебрежение нуждами ребенка. Вот это вот все будет относиться к травмам развития. Вот из этих понятий все ли понятно? Потому что я здесь написала «Пренебрежение покинутое с депривацией жестокое обращение». Понятно ли вам слово «депривация» или его нужно пояснить? Если нужно пояснить, просто поставьте плюсик, чтобы я его раскрыла. Не всем, да, понятно. Что такое депривация? Депривация – это состояние, в которое мы можем попасть в любом возрасте. Но наиболее жестокими последствиями оно обладает, опять же, в детском возрасте. Это когда ты лишаешься возможности удовлетворения значимых для тебя каких-то потребностей. В основном про депривацию мы говорим именно в контексте детского возраста. Да, лишать чего-то, совершенно верно. И для детского возраста что у нас необходимо? Одна из базовых потребностей ребенка – это потребность в привязанности к близкому человеку. То есть для того, чтобы наш малыш мог выжить, чтобы он мог социализироваться, чтобы он мог стать человеком, вот в том смысле слова, в котором мы его понимаем, в социальном контексте, у него должен быть значимый взрослый, который это все ему даст. Он должен о нем заботиться, он должен способствовать его развитию, он должен давать ему безопасность. Если у ребенка нет этого взрослого, то тогда мы говорим о депривации. Он лишен этой возможности. Это опять относится к чему? Это относится к неблагополучным семьям, это относится к там, где ребенок теряет родителей, то есть это дети-сироты, дети, оставшиеся без подключения родителей. Или же второй вариант, да, это может относиться тогда, когда я помещаюсь в условия, которые не дают мне это получить. У нас это места лишения свободы, когда человек не может получить удовлетворение своих жизненно важных потребностей. И это могут быть условия какого-то стационарного учреждения, допустим, медицинского учреждения, если ребенок очень долго лежит в больнице, особенно находясь при этом без родителей. Вот для того, чтобы мы понимали, как у нас формируются травмы, и что не каждое событие стрессовое, я хочу, чтобы вы это прям поняли, что не каждое стрессовое событие является травматичным. Нам важно понять, как реагирует наш мозг, как он устроен в плане реагирования. Ну вот здесь я уже написала, где я вам сейчас просто картинку, да, да, у нас, вот обратите внимание, сейчас прям выделю, да, вот строение, да, у нас головного мозга. Вот здесь, вот рептильный мозг, это самый древний, древний отдел головного мозга, так называемый стволовой. То есть здесь содержатся наши базовые встроенные настройки, механизмы, инстинкты реагирования. Вот в первую очередь здесь лежит реакция на любое травматическое событие и на любое стрессовое событие в том числе. Я думаю, вы о них знаете, их можно условно назвать бей, беги, замри. В лимбической системе преобладают уже наши эмоции, да, и в неокортексе это уже вот самая такая последняя часть головного мозга, которая развивается последней и формируется последней, это уже наши мыслительные реакции. То есть вот здесь у нас идет совладание, то есть совладание как какая-то научная стратегия. Вот научили вы когда-то ребенка, да, когда ты злишься, например, не знаю, рвать бумагу. Вот это не встроенная опция, вы его научили. Если вы его не научили, он этого не знает. Что нас в этом интересует? Вот в этом нас на самом деле интересует именно вот этот отдел. Почему? Потому что на него воздействует его мозг. мы на него воздействовать можем только с помощью вегетативной нервной системы. А она автономная. А она включается сама по себе. Она включается тогда, когда она видит угрозу. И вот здесь опять возвращусь к тому, что я говорила ранее. О том, что травма, которая случилась когда-то и не закрылась, она может актуализироваться, и все реакции, они пойдут вот не отсюда. Почему, например, в ситуации панической атаки, когда вы ее славливаете, у нас не работает. Давай, успокойся, а давай мы подышим. Ой, это же не сложно, это же не страшно, с тобой ничего не происходит. Да потому что наш рептильный мозг, он все перебивает. Он уже запустил реакцию. Наша вегетатика уже разболталась. Она пошла уже все сохраняться, так, как ей нужно. Либо бежать, либо бить, либо замирать. При этом вот нормальная реакция на любое стрессовое событие, на любой раздражитель, она всегда лежит в рамках вот этих двух стратегий. Либо бей, либо беги. Как мы это выбираем? Мы выбираем это, исходя из объекта угрозы. Вот представьте себе, что вы где-то гуляете по улице, и вот так вот, а раз так, из-за поворота к вам навстречу выходит такой большой, огромный тигр. Какая будет ваша реакция? Как вы думаете, как сработает ваша система защиты? Что она вам скажет? Бежать? А может, нападать? А может быть, бить? Да, есть еще замереть, конечно. Вот в реакции, вот тут, да, в такой ситуации, когда вы увидели тигра, да, на дороге, допустим, тогда единственным возможным вариантом это будет, конечно же, убежать. Потому что что? Потому что тигр больше, он страшнее, а вы меньше. Нападать на него в этой ситуации, ну, очень даже неконструктивно. Ваш мозг понимает, то есть ваш рептильный мозг, он рептильный, почему? Потому что он есть еще и у рептилий. Он быстрее, он сильнее, конечно. И в этом плане вы можете спастись бегством. Если ваш мозг оценит, что расстояние приличное, а если оно слишком короткое, и мозг оценит его как неприличное, тогда он забирает другую реакцию. Тоже единственное возможно замереть. Но замереть нужно только для того, чтобы вы на этот момент прикинулись мертвым и, ну, грубо говоря, тигр бы вам и не заинтересовался. Ну, зачем ему? Да, упасть в обморок, вы ему неинтересны, вы бездыханное тело, вы не прыгаете, не бегаете, вы никак никакие признаки жизни не подаете. И когда он от вас отвернется или отойдет в сторону, вот тогда вы и побежите. Вот, а если бы у нас, например, был, да, совершенно верно, Анастасия, там уже и бежать как раз нужно. А вот если бы у нас, например, вместо тигра бы выходила кошка, вы бы подумали бежать, нет? Вряд ли, да? Вы бы либо отпнули, либо посмотрели, либо порычали, либо вообще никак не обратили на нее внимание, потому что она маленькая. Потому что здесь наш мозг оценивает, ага, я как объект больше, а она как объект меньше. У меня есть, я соображу, что с ней делать, я знаю, как сидеть. Как это сделать? И получается, что вот эта вот реакция забирания, она срабатывает только там, где у нас ситуация невозможности реализовать либо стратегию бежать, либо стратегию бить. Но она дается только как передышка. Значит, потом мы обязательно должны к ней вернуться. И вот здесь, наверное, да, я вам скажу, самый главный механизм профилактики вообще образования любых психических травм. Это когда с вами что-то случилось, и вы замираете, а замираете вы абсолютно, ну, это нормально, потому что невозможно справиться прямо здесь и сейчас. Тогда после того, когда вы выходите, бегите, либо нападайте. И тогда вся энергия, которая есть в теле, вся ваша вегетативно-нервная система, которая выбросила кучу адреналина, кортизола и норадреналина, вы его израсходуете, и у вас ничего в теле не останется. И тогда не к чему будет возвращаться. И тогда не за что будет цепляться для того, чтобы возникли какие-то отсроченные последствия этого травматического стресса. Но чаще всего мы не всегда можем себе это позволить. Опять же, возвращаясь к ребенку, разве он может просто взять и выйти там, где его влюбить? Разве он может уйти от мамы с папой, которые с ним плохо обращаются? Или если в школе есть какая-то ситуация травли, где его окружило пятеро человек, а он остается один? Не всегда это возможно. Вот поэтому у нас травмы и образуются. Здесь вот как бы кратко, да, механизм, который я уже обозначила, на слайде представлен. То есть мы мобилизуемся для того, чтобы бежать или бороться. У нас на это все есть. У нас на это есть силы. Вы же в курсе, да, что человек в ситуации такой угрозы, он может двухметровый забор в легкость перемахнуть. Он может, ну, совершить что-то неимоверное. Женщина, когда защищает своего ребенка, она способна на такую нечеловеческую силу, да, потому что, ну, вот, потому что у нее есть, у нее все для этого готово. Но вместо этого мы замираем. А замирание, это прямо вот такое вот, как, знаете, когда вот в сосуд вы положили бомбочку, да, она уже подожженная, и вы закрыли крышкой сверху. Вы представляете, что там внутри творится? Соответственно, даже вот это на секунды какие-то, может быть, на минуты, потом крышку надо открыть, чтобы все, что внутри, оно могло найти выход. Точно так же и здесь, да, чтобы наша иммобилизация ушла, мы должны выйти из замирания и обязательно это разрядить. при этом мы оцениваем события, которые нам угрожают. Чем методика прокричать может помочь? Если при этом будете еще бегать и махать руками, вообще прям красота будет. И вот оценка события, как угрожающего жизни, целостности, она зависит от нашего опыта. Чем мы старше, тем, ну, как бы мы более разборчивы в оценке событий. Мы можем себе что-то, ну, как бы, потом сказать, да, как-то обесценить ситуацию мы можем. Ребенок, нет, он еще просто не обладает этим опытом. Ну, и невозможность реализовать эту реакцию, невозможность по окончании просто разрядить эту энергию, которая блокировалась. Это как в машине, тормоз и газ нажатые одновременно. Вот здесь, вот, да, вот в этом замирании, вот в этих последних двух пунктах у нас и кроется схема образования того, что травматический стресс переходит в травму. Да, что он остается. А потом уже в посттравматическое событие. Какие у нас есть типичные травматические ситуации для детей? Ну, наиболее распространенные я здесь перечислила. Вы можете посмотреть, да. Но что хочу сказать, вот на типичных травматических ситуациях для детей. Давайте все-таки сходить из понимания того, что ребенок, он еще не полностью социализированное существо, да, он только социализируется, да, он учится, он научается жить в этом мире. И поэтому, естественно, большую часть реакции он снимает с кого? Он снимает с мамой и с папой. А, соответственно, кто для него самые главные люди, значимые фигуры воспитания? Это родители. Это не обязательно могут быть биологические родители, могут быть приемные родители. Не всегда даже приемные есть или биологические. Это могут быть бабушки и дедушки. То есть это значимые взрослые, которые занимаются воспитанием ребенка, которые о нем заботятся. И вот если вот эти вот значимые взрослые делают что-то травматичное для ребенка, это все будет формировать у нас психическую травму, которая в дальнейшем в нашей жизни, во взрослой жизни может сказаться. А вот как она скажется, вам никто никогда не ответит. Есть определенные сценарии развития этих событий, но на самом деле психика это безгранично. Как оно откладывается? Потому что есть не только подражание родителю, но есть также еще свой собственный выбор, как я могу сохранить себя в этой ситуации. Пример, да. Ну вот давайте я вам такой пример приведу, как бы личный, наверное, из личной практики. Девочка 11 лет. Девочка 11 лет, как бы запрос у ребенка был такой, что она считает, что у нее что-то не так. То есть ребенок у себя нашел признаки психического расстройства и обращается ему как бы за помощью, чтобы разобраться, что происходит. Ну, разбираясь в ситуации, да, мы, естественно, конечно, обязательно разговариваем с ребенком, просим отношения, ну, что я обратила на первую встречу, что ребенок не дышит. Ну, то есть вот вы смотрите, да, когда вот я дышу, да, у меня грудь поднимается, да, я воздух набираю, когда говорю, выдыхаю, а вот она вот такая вся тихенькая, вот такая вся сжатенькая, и как будто бы не дышит. У нее голос очень-очень тихий, замедленный, она не может сказать что-то громче. Я понимаю, что это реакция замирания. То есть ребенок находится в этой ситуации. У нее много, ну, и мышечных зажимов в том числе, да. При этом, при этом она говорит, что у меня ничего плохого не случилось. А теперь, как говорится, внимание, самая бишенка на торте. У ребенка мама с папой развелись, мама сразу же вышла замуж, и в течение первого года после развода у мамы появляется второй ребенок. Как вы думаете, это есть психологическая травма, или все же нет? Вот напишите, поставьте плюсик, если вы считаете, что да, это имеет место быть, и нет, ну, соответственно, если нет. И, конечно же, да, вот в такой ситуации, чем мы можем помочь ребенку, да, тем, что, во-первых, как минимум объяснить. Спасибо вам за реакции, какие вы активные, очень приятно. Что, да, оно связано, но ребенок не связывает. А почему он не связывает? А потому что ему сказали, что ничего страшного не произошло, что это нормально. И все ее реакции, которые у нее были вначале, она не поняла, что происходит. Она не просто, ну, ее психика не успела переварить эту информацию. И вот она вот в этом состоянии была в течение года. И вы представляете, то есть в течение года ребенок был в этом состоянии. Естественно, у нее есть трудности в обучении. Я вам больше скажу. Дальше у нас пошло селфхарм, у нас пошло повреждающее поведение, потому что родители отказывались идти на контакт. Они не хотели разговаривать о разводе, потому что они расстались очень нехорошо, а не поделить его умом. И есть уже другой малыш. То есть тут прям вот сочетание факторов. Вот остальные ситуации, я думаю, просто перечислять вам не буду, но имейте в виду, что все-таки основные травматические ситуации для ребенка это ситуации, которые связаны с его семьей, с его близкими. И вы знаете, здесь есть одно очень такое заблуждение у нас у взрослых. Ну, мы же, у нас же мозг уже хорошо разы, да, мы же уже далеко от рептилии ушли, типа. Это то, что если я могу себе это объяснить, значит, я, в принципе, ну, как бы могу это нивелировать и сказать для ребенка, что, а, и ты неправильно расстраиваешься. Тебе вообще не надо, это же такая мелочь. А для него это может быть вообще трагедия всей жизни. Но мы-то оцениваем ее со своего опыта. Или, например, когда нам больно, когда нам страшно, когда мама переживает, мама боится. Вот возвращаясь к примеру, да, вот к тому, который я вам привела, там, где девочка, да, в ситуации развода была, там у мамы была очень жуткая депрессия. То есть мама пыталась вообще, ну, сделать не очень хорошие вещи, да. То есть у нее были прям суицидальные намерения. Но при этом она каждый день улыбалась, потому что ей надо было кормить младшего ребенка, ей нужно было водить ребенка в школу, ей нужно было как-то проводить время с новым мужем. Она сама не поняла, что произошло. А ребенок все показал сам собой, на себе. Он полностью отреагировал. И, соответственно, если мы скрываем какие-то непереносимые эмоции для себя и не даем им разрешения, поверьте, дети это покажут. Они все чувствуют. Зачастую травматичные ситуации ребенка, это не его личные ситуации. Это ситуации его родных. Вот здесь я вот это, наверное, пропущу, да, потому что я это озвучила. А вот на этой картинке я бы хотела, чтобы вы обратили внимание, да. Вот я представила это в форме зонтика. Почему? Потому что это последствия. Это последствия травматического опыта для ребенка. Вот смотрите, на какую сферу? Это влияет на сенсорную сферу соматическую. Это однозначно влияет на привязанность и на построение отношений в будущем со своими друзьями, с родными, потом уже со своим там супругом, партнером и со своими собственными детьми. Потому что привязанность – это штука наследуемая, социально наследуемая. На регуляцию эмоций. Вот вам привет, девиантное поведение и проблемы эмоциональные. Зачастую симптомы задержки психического развития, СДВГ, они очень похожи с симптомами травмы. И это не значит, что если мы отделим, оно все исчезнет. То есть если у нас есть какие-то органические поражения, то, конечно, мы, по крайней мере, минимизировать это можем, если мы отделим психологическую составляющую. На самооценку, на расщепление. Тоже один очень из интересных механизмов, как ребенок реагирует на травму. Он как бы не совсем, наверное, конструктивный, но иногда это просто единственно возможный механизм. Это когда я расщепляюсь, то есть я ухожу от себя. Я выдумываю себе вымышленный мир, супергероя, который меня защищает, или я говорю на какое-то событие, что это не я, это кто-то другой, я не знаю, прилетал кто-то, сделал что-то. Это называется диссоциация или расщепление. Этот механизм работает тогда, когда сила наказания за какой-то поступок, она, вот это прямо есть угроза существования. То есть если, например, родитель угрожает ребенку, что если ты не сделаешь чего-то, то я тебе сделаю вольно, то, соответственно, даже сделав какой-то поступок, совершив поступок, я буду говорить, нет, это не я. Здрасте, у нас опять девиантное поведение, ложь. Но это ложь какая, да, это самозащита. И вот эта вся канва, да, когнитивные нарушения, когнитивная сфера также страдает в первую очередь. Почему? Очень многие проблемы с обучением у деток, да, особенно в дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте, они связаны вот с неким незакрытым травматичным опытом. Почему? Потому что уровень его функционирования остался вот там, на уровне рептильного мозга. Он не может дойти до вот этого серого вещества. Он там, он решает, как спастись, как ему жить в каждый день, вот в этой ситуации, в которой он живет. Ему не до того, чтобы что-то новое изучать, он не может это усваивать, потому что у них ситуация безопасности. И основные симптомы, да, это тревога, депрессия, флэшбеки, ночные кошмары и навязчивые мысли. Вот тоже поясню, что такое флэшбеки. Это один из симптомов травматичного опыта. Вот как раз типичные симптомы, это то, как раз как мы можем распознать. Лучший способ – это наблюдать за ребенком в естественной среде. Другой способ, понятно, да, вы по долгу своей работы будете наблюдать за ним в учебной, да, в какой-то деятельности. Это смотреть за поведением и за его свободной игрой. Как он играет с детьми, как он играет с предметами, что он делает, какие тут есть действия. Так вот, типичные симптомы, на что мы обращаем внимание. Это вне зависимости от возраста. Это симптомы повторного переживания, это симптомы избегания и повышенной возбудимости. К повторным переживаниям у нас относятся ночные кошмары. Если ребенок постоянно видит один и тот же сон, его кто-то преследует, он об этом говорит, ему это не нравится, да, и у него это вызывает очень серьезную какую-то эмоциональную реакцию. Могут сниться всякие там черти, демоны или еще кто-то. Флэшбеки – это то, когда ситуация, которая произошла, повторяется. То есть я вдруг в момент в какой-то чувствую себя как где-то там когда-то. И действовать начинает точно так же. Вообще, вот как бы, ну, сами по себе флэшбеки, наиболее ярко их можно увидеть и у участников военных действий, да, когда вдруг в какой-то момент человек, который был в зоне военных действий, активных действий, начинает воевать здесь, да, когда уже в мирное время, начинает воевать с кем-то. Почему люди, которые прошли, допустим, да, горячие точки, ну, им как бы запрещается, да, употреблять алкоголь, да, потому что алкоголь ослабляет механизмы защиты, и тогда они вот вообще вылетают и находятся вот в той реальности, начинают вести себя как где-то там и когда-то. повторяющиеся игры. Повторяющиеся игры, как правило, травма всегда хочет повториться. Ей не хочется оставаться там внутри, потому что это ненормально. Реакция должна произойти. То есть мозг хочет завершить событие. Ну, как некий, как любимый фраз такая есть у психологов, закрыть гешталь. И вот для того, чтобы его закрыть, мы что делаем? Мы проигрываем. Неосознанно, не специально. При этом, знаете, это еще может быть таким образом, что ребенок, который переживал какое-то нехорошее событие, он будет смотреть мультики, где есть это событие, играть в игры с этим событием, рисовать это событие, будет говорить не о том, как это у меня было, а будет интересоваться у других людей, как у них это произошло, у него прям будет интерес. Воспоминания о травматическом событии, навязчивые мысли о нем, это о том, что бы я мог еще сделать и как бы я мог сделать. Симптомы избегания, уход от мыслей и чувств связанных, когда мы наоборот говорим, нет, я об этом разговаривать не буду. Может быть просто избегание, все, я в доме, меня нет, то есть ребенок отказывается от контакта. Также как симптом избегания, есть такое, как частичная амнезия. Флэшбеки, как будто куски памяти. Вот флэшбек, это не то, что как куски памяти вытираются, это когда эти кусочки местами поменялись. А вот избегающая позиция, это уже как раз, когда куски выдраны. У нас есть только фрагменты. Я не помню всю какую-то линейку событий, я помню только какие-то моменты определенные. И они могут возникнуть тоже, опять же, совершенно не привязаны к какой-либо ситуации. Вот тоже, да, как один из вариантов. Сейчас вам тоже примеры расскажу. Мальчик, 6 лет. Ну, у мальчика сложная, как говорится, история. Мальчика изъяли из семьи, и мальчика из социального приюта переводят на место его постоянного проживания в детский дом. До этого он был с воспитателем, он уже привык к нему определенное количество времени, да, то есть это не был совсем с посторонним человеком. И вот они идут, получается, вот эту вот дорогу, да, когда они приехали на машине, нужно было там пройти. А пройти нужно было вот, ну, кусочек леса, да. Даже не лес, а просто лесопарковая зона. И вот они идут к этой лесопарковой зоне, там есть заборчик, через который нужно зайти. И как только они подходят к забору, ребенок выпускает руку воспитателя, за которую он цеплялся, и встает как с копами. Все, с ним больше ничего не происходит. Что делает воспитатель? Ну, он, конечно, тянет его дальше. Типа, ну, ты что-то испугался, мы сейчас пройдем, показывает, что ты зайдешь туда-то и туда-то. Но опять же, буквально несколько шагов, и все, и ребенок падает. То есть вот это вот состояние оцепенения, и больше он не может двигаться туда. И вот пока они не нашли другой путь, вот в обход, да, с другой стороны, из черного входа, но не проходя через лесополосу, он так и не пришел в себя. Вот это опять же избегание. Он не мог сказать, что это было, потом было, спрашивали, никак. А выяснилась очень интересная история, что вот так вот ребенка в лес уводил дядя, делал с ним нехорошее действие. И, соответственно, да, реакция просто, вот это называется триггер. Как только он срабатывает, я могу опять закрыться и вообще ничего не чувствовать. Почему? Потому что это реакция защиты. Мне легче умереть, чтобы не чувствовать той боли и беспомощности, которая меня ждет. Ну и повыть симптомы повышенной возбудимости. Ну и здесь уже такая, как я называю, гиперажиотация, когда я могу делать очень много чего-чего, вот куча-куча-куча всяких дел. Замечали, может быть, за собой, когда вы стрессуете, у вас прям потребность возникает, дома посуду все перемыть, там полки перебрать, полы помыть, прям вот генеральную уборку заделать. То есть вот это тревога, которая нам, у нас ищет выхода. И на самом деле это хорошо, если вы это делаете. То есть ее надо разряжать физически, а не пытаться себя успокоить и уговорить. Если чувствуется, значит идем и двигаем. Ну и здесь я вам также представила еще моменты по возрастам, симптомы травмы у ребенка. Вы знаете, я как бы подробно останавливаться на каждой из них не буду, по одной простой причине, у нас с вами не так много времени, и у вас будет презентация, вы сможете это посмотреть. Я отмечу только, наверное, основные моменты. Вот в дошкольном и младшем школьном возрасте нам сложнее получить с одной стороны информацию о том, что произошло у ребенка, есть ли у него какое-то травматическое событие, есть ли у него пережитый негативный опыт. Почему? Ну потому что вообще еще такой период развития, когда критическое мышление не развито или вот только-только начинает становиться. И здесь наша психика нам помогает. Она стирает события из памяти, она защищает. Поэтому это могут быть какие-то абсолютно неосознанные действия. Это могут быть физические нарушения определенные, это может быть просто фобия, генерализованный страх, так называемый. Когда я просто боюсь, чтобы выключаются вверх. Когда я думаю, что дома там где-нибудь под кроватью кто-то живет. Вот это тоже один интересный случай. У ребенка был энурез. У мальчика 7 лет. Причем энурез начинался тогда, когда он находился дома, в нормальной, спокойной обстановке. И при работе с ребенком выяснилось, что он отказывался засыпать. Он мог засыпать только с мамой или с папой. То есть один он не оставался. Хотя он уже умел спать один. Не все к 7 годам уже дети спят в своей кроватке. А выясняется интересная штука. Ребенка на каникулы, на выходные отправляют бабушки. А бабушка для того, чтобы он угуманился спать, лег, пугает его бабайкой под кроватью. И при этом что делает? Вот берет вот это, как это, скрипучие пружинки есть. Она каким-нибудь предметом начинает скрести по этой пружинке, чтобы он услышал, что она не врет. И действительно, если он пошевелится, то тогда придет бабайка и съест его. Вот это событие. Казалось бы, для нас, для взрослых, мы уже понимаем, что это шутка. А для ребенка это совсем не шутка. В поведенческих реакциях, что здесь тоже есть основного. Один из механизмов защиты при травматическом переживании, это когда у нас ребенок регрессирует. То есть он возвращается к тем формам поведения, которые у него были когда-то. Например, маленькие дети, которые умеют ходить на горшок, снова начинают писаться. Ребенок, который, в принципе, уже есть зубки, он может кушать самостоятельно, он просит титюм. Начинает сосать парец, возвращается к примитивным звукам, лепету или так далее. Начинает отказываться от привычных действий, как бы валяться, я не могу встать. Или постоянно ему хочется находиться на теле, на маме, например. Он жмется постоянно ко взрослому человеку и просится на ручки. В когнитивных, ну здесь уже в этом возрасте мы приписываем нашим каким-то воспоминаниям мистические способности. Кстати, тоже один из механизмов защиты это мистификация фигуры. То есть не кто-то, не папа плохой, а в папу вселился там злой демон или злой дух, поэтому он делает так. То есть это нём. И то, что происходит со мной, оно происходит потому что, ну вот где-то что-то в космосе произошло, или потому что ведьмы существуют, или потому что еще что-то. То есть мы придаем каким-то вещам непознанным, непонятным, вот такие вот, какую-то мистическую природу. Ну, соответственно, далее симптомы у нас будут сохраняться и в более позднем возрасте, но здесь уже появляется критическое мышление, и ребёнок может говорить. Он может говорить о том, что он чувствует. И у него появляется озабоченность. То есть озабоченность тем, что с ним происходит. Это может быть зацикленность, это может быть вот эти вот опять же флешбеки, как повторное проживание ситуации, когда я всё время проигрываю. Я когда всё время про одну же и ту же тему говорю. Или я могу всё время спрашивать про одно и то же. И здесь может быть у детей, знаете, такой вот интерес к, я так называю, к анатомическим играм. То есть к анатомическим играм это взять, ну, что-то препарировать и посмотреть, что там внутри. Это тоже может быть связано с этим. Но нам важно в такой истории, естественно, не напугаться, попробовать спросить, а что ты делаешь? А что ты хочешь найти? А что ты там видишь? Ну и к подросткам. Ну, подростки у нас уже сознательный возраст. Подростки уже вот в такие игры не играют. У них уже есть другие механизмы защиты. У них уже срабатывают механизмы защиты, как уход. Как уход с помощью психоактивных веществ. Уход в компанию, в алкоголь, в какие-то употребления других веществ. Противоправное, девиантное поведение. Почему? Потому что я не могу справиться с теми чувствами, которые у меня есть. Ну и в этом отношении, если, например, маленький ребенок меньше боится что-то рассказать родителю, он ему доверяет, то уже более старший возраст, он больше боится осуждений и того, что с ним что-то не так. Поэтому он меньше разговаривает. Вот одно тоже из признаков травматического опыта это самоповреждающее поведение. Преждевременное вступление в взрослую жизнь, в том числе в половую жизнь, может быть и как бы проявлением тоже такой симптоматики. Ну вот, маленькое вам такое упражнение. Я прошу вас, вот посмотрите, я для вас приготовила определенные рисунки, да, детей, чтобы вы увидели, что здесь не так. Что у вас вызывает, ну так скажем, вопросы, может быть, на что вы обращаете внимание. кровь, да, то есть увидели красный цвет, много красного цвета, красные глаза, вербальная агрессия, лицо взрослого, да, все верно, да, то есть вы отметили, да, вы уже видите, и роль, да, мы видим, что это мама, мы видим роль мамы, и мы видим, что вот мама, кто? Мама-агрессор, красный цвет. Вот это то, что бросается у нас в глаза. То есть это агрессия, которая идет со стороны мамы. Отлично, прекрасно. Вот такой вот еще вам рисуночек. Что мы можем здесь увидеть? На что это похоже? Все черно-белое, да, мрак. А знаете, что это такое? Это нарисовал ребенок после событий 11 сентября в Америке. То есть он видит таким образом ту катастрофу, которая случилась, да, ну здесь вообще хаос, здесь непонятно что, да, это война. Совершенно верно, это война. Ну вот такой вот еще рисуночек. Что есть здесь? Обратите внимание. Вот очень веселый, все улыбаются, все счастливы, цвета красивые. Папа, что с папой не так? Тут жить прекрасно. Хвост у папы, да. О чем это может свидетельствовать? Вот такое пририсовывание или акцентуация половых органов, да, она указывает у нас на контекст сексуального насилия. То есть вот на данном рисунке я не обращаю внимания даже уже ни на что другое, да, потому что есть вот, собственно, вот этот вот момент. Отлично. Ну и примерно, да, вот из того, что я говорила тоже, да, что мы можем увидеть здесь, на этом рисунке? Тоже как вариант. Это одна из форм сексуального насилия, но пока нам не ясно, ребенок был свидетелем или он был участником. То есть вот мы точно видим одну беспомощную фигуру, другую агрессивную, да, фигуру, то есть та, которая сверху. Но так как очень схематично и вообще как бы в рисунках, да, ну, даже если он наблюдал, он все равно участник, даже наблюдателю в этой ситуации быть хуже, да, чем непосредственно участникам, наверное, грубо говоря, но тем не менее. Верну еще сюда просто схематичное изображение вот само по себе, оно нам вот не играет прям стопроцентной роли, нам нужно разговаривать. То есть нам нужно разговаривать с ребенком о том, а что это такое, а что ты нарисовал, а где ты это видел, а кто в этом участвовал, а ты где находился. И здесь основное правило действовать, его не напугать. То есть когда эти воспоминания прорываются, они же болезненные, и ребенок очень боится, что он вас этим напугает. И он боится, что вы его за это осудите. Ну и диагностики, да, как, чем, ну вот как мы можем это распознать. Ну давайте начнем элементарно с того, надо ли оно нам распознавать. Вот казалось бы, да, когда вы работаете в образовательной организации, вам в принципе это не нужно с той точки зрения, что родители должны заниматься воспитанием детей. С другой стороны, есть ситуации, в которых мы не можем это оставить без внимания. И есть навязчивое поведение, да, есть девиантное поведение, есть более агрессивное поведение. Вот специальных прям методик, вот таких вот, чтобы мы могли определять, их нет, потому что для маленьких детей они просто еще не валидны, потому что большую часть методик мы можем проводить уже с 18 лет. Но я предлагаю вам вот такой вариант, да, диагностическая оценка травм. Это для родителей. То есть мы спрашиваем о том, что у них было, как и есть, для того, чтобы выявить момент этого травматичного события. То есть если оно есть, то оно, собственно, есть. Диагностическая оценка травмы. Для ребенка. То есть мы можем поговорить с ребенком о том, что у него происходит, какие у него есть моменты. То есть это у вас все будет в презентации. Вы можете смело это брать и использовать. Какие способы диагностики? Наблюдение. Вот наблюдение вот в процессе свободной игры наиболее лучший вариант. Наблюдение за общением, за межличностными контактами, как ребенок общается с другими детьми, даже как он общается с педагогом, тоже может свидетельствовать нам о чем-то. Индивидуальные беседы с ребенком и с его родителями, проведение определенного интервью, заполнение карты. Психодиагностические методики мы можем применять. Там дальше тоже я списочек вам подготовила, которые можно использовать. Но вот если мы смотрим полноценно прямо на травматичные какие-то ситуации, то разработано вот такое полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей и родительская анкета. Это опыт наших коллег, которые работают в Центре помощи детям, пострадавшим от насилия. Оно есть в свободном доступе. Вы можете вот прям забить это в интернете и найти. У вас будет вот готовая, да, готовая методическая разработка для использования, где все вопросы уже подобраны. Оно есть. Это позволяет нам этот опыт оценить. Проективные методики. Я вот очень люблю, например, использовать проективные методики, но когда ребенок их выполняет, мы разговариваем с ним о том, что это, кто это. Мы даем ему возможность. Вы знаете, тут даже роль играет то, что вы интерес проявляете. Вот он рисует себе и рисует, а вы такие, ух ты, а этот такой красивый нарисовал. А кто это такой интересный? А почему он на такие глаза? А что он делает? Можно даже сочинить историю в игрушках. Вот эта вот сказочная история в игрушках, она тоже нам даст очень много информации, гораздо больше, чем какие-либо методики. Ну и, конечно же, самое главное, что здесь есть, да, несмотря на то, что вы выявите все эти симптомы, они у вас будут. Вопрос возникает, у меня в частности всегда, да, как у специалиста, это то, а что делать с этим дальше? Вот выявили вы, вот увидели вы, да, вот вы знаете теперь об этом, и что? А вот теперь, друзья мои, мы включаем взрослого человека, и что делаем? И говорим себе о том, как мы можем использовать эту информацию. Самый оптимальный вариант, да, это, конечно же, как-то, ну, рассказать родителям, но мы не все можем рассказать родителям. Если источник затруднений у нас лежит в семье, то тогда нам нужно на него достучаться до родителей, а это не всегда возможно. И в этом плане, вот помощь ребенку в травматичной ситуации, она очень ограничена. И я вам говорила о том, что я буду заканчивать тем, что нужно знать педагогу о травме, теми же практическими рекомендациями, которые были в начале. Помимо того, что вы все это знаете, да, и вы используете, и применяете, нужно знать еще нескольких нюансов. Ну, во-первых, вырасти без травм невозможно. Даже не пытайтесь. Это социум, мы переходим из животного состояния в социальное, а это всегда сложно. Травмировать может любое событие, но при определенных условиях. Симптомы травмы нередко сопровождаются невротическими нарушениями психопатологии. Например, у деток, которые растут вне родительского внимания, это дети, которые у нас, ну, идут, допустим, в доме малютки, у них у всех три года старит диагноз задержка психоречивого развития. Это диагноз. Но когда они попадают в хорошую семью усыновителей, этот диагноз снимается. Поэтому нередко вот эти все нарушения, которые есть, их просто списывают за неврологическими. Травматические события, которые случились с родителями, отражаются на детях. Хотите вы это или не хотите. Полностью излечиться от психических травм невозможно. Но можно помочь с ними справиться. Вот что еще я хочу сказать о том, что вы не можете вылечить травму. Вы можете помочь с ней совладать. Это как рана на руке. Она никуда не денется. Останется шрам. Но этот шрам, он заживает. Он может быть рваный, гноящийся раной, который будет очень долго заживать. А можно приклеить лейкопласт. И вот таким лейкопластером у нас является взрослый человек. И помочь ребенку может только надежный взрослый. Ключевой роль у нас играет социальная среда. Любое травмирующее событие хочет повториться. Никто не хочет оставаться там внутри. Травмирующие события детьми обычно замалчиваются. А замалчиваются не только потому, что они боятся осуждения стыда взрослых. А еще того, что вы будете смотреть на них по-другому. Как на ненормального. Что с ним что-то не так. Он увидит истук в ваших глазах и больше никогда не откроется. Вот, коллеги, и литературу тоже я для вас приготовила. Она есть на последнем слайде. И если у нас есть возможность или есть прям очень какой-то там серьезный вопрос, который вы хотите задать, я готова ответить. Да, нас не учат быть родителями. Вот, учимся сами. К сожалению, это так. Да, никто нас не готовил к тому, чтобы быть родителями. Поэтому учимся на своих ошибках. Не бойтесь. Самое главное, все можно исправить. Ну, почти все. Спасибо вам огромное. Тогда, коллеги, я буду с вами прощаться. Но мы эту тему продолжим. У нас еще будет в октябре вебинар уже о том, как, ну, какие действия являются безопасными, а какие опасными, опять же, с точки зрения формирования психической травмы. Спасибо огромное. Мне очень приятно. Столько вот кликов. Да, я надеюсь, что первый опыт удался. Благодарю вас. Ах, да, я обещала оставить контакты. Я вам оставлю вот электронную почту здесь, да, для того, чтобы вы могли написать. Потому что, ну, другие социальные сети пока не в зоне доступа. То есть, если что-то... Попишите. Благодарю. Всего доброго. Продолжение следует...